шалом вас снова добрый вечер сегодня сегодняшний урок у нас станет нет я специально не перевожу это потому что многие переводят совершенно неверно переводит бобовый тогда совершенно неверно нет мы сейчас поймем что это такое китниот те страшные китниот которые запрещены ашкеназом которые приводят ашкеназа к страданию из по мнению сефардов страшной голодов кипесах я правда не ем китниот и раньше было допустим тяжело в супер достать что-либо без китниот и как-то не умирал с голода тем более сейчас давайте все таки мы разберемся что как и почему откуда появился этот запрет что он себя включает и как бы слишком много с ним есть спекуляции во первых начнем скажем самого-самого первого источника до того как и у нас гмара в тратате псахим занимается мнением раби йоханан бен-нури раби йоханан бен-нури считает что рис является хамцом то есть да то рис является абсолютным концом каскады танья мараби йоханан бен-нури ор из миндагангу в хайви морским отцом карет в адамю цели дыху ватобе хэс говорит что приз это один из видов злаковых и человек который сделал из него заквасил его о ему полагается мукарет как и за любой хамец и можно из него делать даже мацуб то есть исполняет заповедь поедания мацубка но мудрецы спорят с ним и говорят что рис не является хамцом он не может быть хамцом по причине того что он не заквашивается а он то есть называется он он портится а не заквашивается как сказано это вещь которую человек исполняет дело то что для мацы пригодна только то то есть для мацы пригодна только то что может стать хамцом то есть пшеница ячмень не полбану так далее то есть 5 видов злаковых а по поводу риса говорят наши мудрецы он ломах мид у масриях он портится он непригодным то есть он не может быть и рабом на аллаху действительно устанавливает как опасные наши мудрецы ими сурмищу хамец бпс ахаре хамечный то есть нету запрета хамца в песах но только пять видов злаковые он перечисляет а вальхакит не йод кигон орыс дохан пулема дошивы к вцбм эйн бхэмми шум хамец да но кит не йод как рис пшено фасоль чечевицы и так далее они не являются хамцом кстати обратите внимание что часть перечисленные являются бобовыми вообще это не бобовые сейчас мы объясним что такое кит не йод когда мы дойдем до объяснения что такое кит не йод мы объясним что же это такое и он и пишет то есть да он говорит и даже человек который сделал рисовую муку и то есть замесил тесто с ней в горячей водой и даже она взошло это тесто и так далее это разрешено есть в песах из-за того что это не химус это не хамец а это сирохон то есть испорчен то есть так и снова на лоху рамбом и теперь вопрос то есть да то что написали мудреце рамбом вполне соответствует и можно понять через химическую реакцию которая происходит с хамцом или не с хамцом дело в том что в любой муке есть три основных составляющих химических это амилан то есть да амилан то есть внутри там находится второе это белки и третье это всякие энзимы энзимы которые в принципе и порождают скажем так брожение теперь как происходит процесс брожения закваски один из энзимов который находится в муке из лаковых называется бета амилаз так он называется по-русски короче он перерабатывает амилан в глюкозу то есть да в сахар после этого глюкоз превращается в коголь то есть да в принципе в спирт так называемое и когда этот коголь начинает выходить спирт начинает выходить и кстати это дает запах выражение когда вы чувствуете то тесто начинает сходить да в принципе так она работает то есть бета амилаз работает надо миланом амилан приходит в глюкозу и так происходит закваска так все равно все работает обычно в муке дело в том что все эти три этапа и все эти три составляющие есть также и в рисе например то же самое как и пяти видов злаков то есть если мила есть белки то есть хилбу ним и есть энзимы но в отличие от знаковых которые пять видов знаков в фрисе нету энзима бета амилаз просто нету и другие энзимы тоже работают и они создают тоже медленный процесс брожения но в тот момент когда произойдет у риса процесс брожения переработка вот это амилана в глюкоз и так далее он уже просто испортится кстати у пяти видов злаковых тоже есть эти энзимы и они тоже работают но проблема в том что бета бета амилаз срабатывать намного раньше и поэтому он дает подъем теста раньше чем скажем так использовать по этой причине то что происходит пять видов злаковых проходят систему то есть закваски а рис нет хотя тоже можно сделать окей это с точки зрения базиса теперь переходим к самому запрету китнио с рисом разобрались не хамец но китнио теперь что же такое за обычае не есть китнио написал смак сэфер митсвот га катана он пишет так валя китниот кигон поищ в пули в рис в рис то есть да пули это всевозможные снова то есть бобовые и так же рис и чечевица и так далее работа и но на гиме суши в роли ухлама песок то есть наши мудрецы то есть наши учителя у их обычаи не есть их песок и это запрет не потому что это становится хамцом нужно не ошибаться запрет не потому что они не делают такой ошибки в котором даже ученики первого класса не ошибаются все прекрасно знают что галахане как рабе йохан бенури нету хамца в китнио а почему да китниот запретили объясняет смак вели хэнни рэнли кэммин ха то есть это в чем проблема лекэмин ха глиусрам это китниот нужно то есть установить то есть будем продолжать придерживаться обычаи запрещать китниот в пицах вели хамад химут то есть это не из-за закваски китаут гуламарки это ошибка говорить что это из-за того что происходит какое-то брожение или закваска это танк зирау объяснение запрета в том что и китниот масэ кадырау то есть это вид который масэ кадыра сейчас объясню что это такое масэ кадыра имеется ввиду что это вещь которая насыщает человек из этого делают всевозможные скажем так блюда который насыщает человек как он типа каши так далее вы догонами масэ кадырау а дело в том что 5 из 5 видов злаков они тоже масэ кадыра тоже тоже из чего делают всевозможные варево насыщающий человека это как бы это также это одно и то же точки зрения их действия на человека поэтому если мы разрешим пить неё то они могут ошибиться и перепутать поменять место китниот есть а также это первое второе а также он выглядит похож он на 5 видов злаково и да есть места в которых привыкли делать из них хлеб точно также как из пяти видов злаково и поэтому и поэтому могут перепутать те кто не являются знатоками торы то есть знатоками еврейского закона что смак объясняет смак говорит что китниот похоже на 5 видов злаково как они похожи на 5 видов злаково и сейчас я объясню и поэтому то что то есть похожесть из-за этой похожести человек который скажем так не сильно знаком злаково и так далее может прийти к ошибке и нечаянно съесть хамец вместо этих китниот из-за этого это запрещено поэтому в принципе у нас в чем похожесть первое как мы сказали масэ кадыра еще раз повторю и более объясню морав трактате проход говорит что на рис говорят бурэмин и мизуно на рис оставляет бурэмин и мизуно как и на злаково почему потому что это масэ кадыра имеется ввиду это еда которая насыщает человека и она делается посредством в арктике методу кашу можно сделать таким образом есть опасность что можно перепутать между одной кашель с другой между одним насыщающей едой и другой насыщающей это первое объяснение второе объяснение рис и другие виды китниот и пять видов злакова они очень похожи то есть да их собирают одинаково то есть да слава по это слово доган от этого появляет вид сбора как собирает урожай похоже одинаково и и можно бы прийти к ошибке то есть да в некоторых местах все делают из них хлеб муку и делать их муку можно сделать ошибку это еще одно объяснение почему запрещено а есть мнение то есть почему запрещено китниот это мнение тура который обычно все знают но другие а мнение смака не знаю знаю приходит про мешки слышали так вот по поводу того что китниот то есть рис и другие виды китниот хранят в тех же мешках что и пшеницу по этой причине могут там скажем так они спутаться и смешаться и нечаянно можно и поедать китниот съесть хамекс то есть есть пшеницу или там или так или другое то есть принципе про мешки почти знают все и поэтому говорят что сегодня не релевантно и не существует сейчас разберемся что релевантно что не релевантно и на чем стоит запрет и так далее и релевантно ли наше время но начнем скажем так к тем кто были против запрета китниот дело в том что где-то 700 лет тому назад мы уже читаем о запрете в европе а запрете поедание китниот потом кто это приводит смак тот смак который мы сейчас цитировали он приводит уже его учителя мури раби хиэль ми парис то есть да раби хиэль из парижа он говорит что он в песах ел пуль лаван то есть это фасоль он ел фасоль который называется фойш и и он это говорил уже не едят китниот а раби хиэль ел фасоль фасоль такие дниот и почему потом он ел короче живой он ел не ел сушеную ли сварено но если это живое допустим фасоль живая или там дорога но пишет смак в и тяжело разрешить то что весь мир то есть еврейский мир сделал этом запрет то есть от имени мудрецов прошлом и хиэль из париза разрешил китниот определенным способом то есть не все китниот только те которые скажем так в живом виде на незасушенном и не проходили варенье смак написал что даже это нельзя это его учитель это тоже он не может позволить разрешить потому что мудрецы прошлого запретили это то есть из этого мы учим что обычаи не есть ведь нет намного более ранее чем 700 лет тому назад орза руа тоже пишет что его учитель раби уда ми пари снова с того же парижа то есть а то раби хиэль из парижа то раби уда из парижа ел китниот в пессах видно в париже на китниот немножко по-другому смотрели вот все таки парижские люди и он из этого выходит сати орзарона на лоху что таки да можно разрешить китниот и называет что орзарова пишет орзарова европейский то есть авторитет средневековья и он пишет а минхак шинагу абутэйну михамат таут обычаи которые постановили на то есть наши предки то есть да которые держатся и придерживаться это обычаи сделаны по ошибкам это ошибочные обычаи так пишет орзарова явец уже более позднее время эпоху возрождения чуть позже явец пытался отменить этот обычай более то напишет что его отец ха хам цви очень страдал то есть очень ему мешал этот обычай то есть да он пишет так у моей дэйни аль ави мурига гаон за царь да и я свидетельствую о отце моем то есть учителем моем то есть геи то есть гаоне то есть гения зеха царь на память праведника сколько страданий то есть сколько страданий то есть этот праведник отец страдал из-за этого обычаи аль кэна не умер амават элмин хак зешил меня тахилат китнет и ехэли кимо поэтому говорю тот кто отметит этот обычай то есть запрещающий есть китниот я буду с ним халивай яскиму и маник дуле а до дай бог что со мной согласились главы поколения как вы понимаете они с ним не согласились то есть несмотря на скажем так орзаруа который говорит ошибочные обычай несмотря на то что орзаруа то есть орзаруа сказал и раби уда из париса то есть ел китниот раби хелис париса тоже ел китниот в каком-то виде явится готов был отменить его отец то есть в принципе считал что стоит отменить это обычай еврейский народ все остальные галактические авторитеты приняли этот обычай установили это обычай смак написал что поделаешь если мудрецы по прошлого установили этого мы не можем ничего отменять более того приняли они подход магариля марель то есть да в его книге обычаев магариль он является один из очень авторитетных мудрецов европейского еврейства средневековья очень много рама на его мнение полагается на вопросах обычаев и он пишет там законов запрещенной еды в песок следующее китнит кольмин амар махараш махараш дыгаз рейнан чироли вошла бы песок арпиши на махмедсин ким и хамеш на минин он говорит и китниот в любом их виде как мне сказал мою марш поставить запретили их готовить то есть варить в песах несмотря на то что они не бродят то есть потому что они из пяти видов злаков и так далее в любом случае запретили всякие виды китниот из-за них из-за пяти видов злаков если скажет человек что из-за того что нет запрета истории то есть не надо напрягаться сильно декольды газрура банан хаувер алах хаяв мита вовер а лота сумминадавара шире руха но человек скажет то есть да и за то что не запрет мудрецов можно не напрягаться должен знать что все что постановили наши мудрецы нарушающие его ему полагается смерть то что что нарушило если он нарушает и он нарушает закон а вы лота суд то есть не то есть не сходи и типа сделать то что сказали принципе лота сумминадавара шире рука это две заповеди рамам говорит это но то сур это не сдвинься то есть постановление и а шире рука от которых я просто постановили тебе ты долго это две заповеди это заповедь истории полевелительная 3 и запрещающий который нарушает запрет мудрецов нарушает сразу две заповеди истории таким образом короче тотально закрыл то есть да магарин сказал деть неё никак нельзя кто нарушает нехороший человек вплоть до того что ему всевышний должен вообще то есть смерть принести короче очень жесткие такие слова на лоху бейт юсеф рабиосы в кару шульханрух написал лейды хашлит дворим галалю зулатый ашкеназим нет никого кто скажем так кто сильно впечатлился этими словами кроме ашкеназы короче сварды не заморачиваются этими китниёк а роман описал бани бнегер беану бне ашкеназим на гагнуля мир а мы ашкеназы европейское еврейство у нас обычай устражать теперь давайте разберемся а что же с теми вещами как то есть мы написали почему запрещено китниёк то есть да мы сказали у нас всякие там есть смак привел по поводу что из этого делается еда каши муку делают и так далее так далее и тур сказал мешки многие говорят о мешки кто же сегодня мешка то есть да нету мы уже разбираемся в мешках никто не храняя не хранит это неправда по сей день большие огромные скажем так предприятия которые занимаются продажи сидел тоже суга который продает как рис он также продает и пшено и так далее так далее так далее и он продает и ячмень ячмень если надо у него такие папочки он это привозит в тех же мешках это хранят тех же в мешках на там прощает суга правда очень сильно следит за своей продукцией и очищает ее чтоб не было в рисе никаких скажем так ни одного зернышка пшеницы но возьмите фирму чуть похуже менее дорогую и вы нередко внутри риса найдете пшеничное зерно не раз не два не три не четыре потому что найдете то что сказал турка сегодня существует на полном фото мужем не говорим о тех вещах что всего есть ли делают хлеб из китни от до почему кстати многие слышали кино и но вот это Китни от почему Китни от по мнению смак это Китни от потому что кино это зернышко и в южной америке это пши делают муку и делают хлеб точно также как кукуруза стал от Китни от потому что это зерно которое поедается Сейчас мы еще дойдем на определение хитнио. Во-вторых, хитнио делают муку в Северной Америке, и в Северной Америке из этого делают хлеб. Я уже не говорю про каши и так далее. То есть, в принципе, это пока еще тоже есть. Более того, я вам скажу, где современные китнио вводятся. Правда, у нас нет права устанавливать запреты новые, которые не запрещали наши мудрецы, но всевозможные вафли, бисли и так далее, которые кашару на фесах. Они выглядят китнио, хамец. Прийти к ошибке с ними и съесть хамец – это вот так. Я вам расскажу рассказ. Мне, я в свое время, когда отвечал на сайте Типа, много вопросов приходило в районе фесаха с вопросом в виде гевал, спасите нашу душу. Люди говорят, что мы купили пирог кашар на фесах. Купили пирог кашар на фесах. В Леве Север закончили, сделали кино, то есть десерт, достают этот пирог, разрезали, классный пирог. У него вкус, как у хамца. С чего же его делают? Берут, значит, давай почитаем состав. Разворачивают. Первая же фраза, которая написана – кемаххита. Мука пшеничная. Пшеничная мука. Хамец абсолютно, тотальный. Как это произошло? Очень просто. Сегодня почти это уже нету, потому что Рабанул сделал небольшое исправление. Кашар на фесах пирог от некашар на фесах пирог ничем не отличался, кроме надписи. Они выглядели одинаково. По этой причине человек посмотрел пачку с кошерным пирогом и взял рядом, не глянув уже, и взял нечаянно некашар на фесах пирог. То есть он взял несколько, посмотрел на кошерное, а уже взял, и это происходило с вафлем. Вафли выглядели, вот тебе кошер на фесах пирог, и вафли, которые некашар на фесах, выглядели одинаково. Одна и та же коробка, только надписи разные. И люди ошибались. Это происходило. Поэтому, что делать кошмар, мы сажали на фесах. Представьте, во-первых, съесть хамец в фесах. Во-вторых, понять, что у тебя сейчас крошки вокруг, то есть хамца, то есть по всей посуде хамецной. А почему они рядом лежали? Почему они рядом лежали? Потому что в суперах лежали рядом. Сейчас это делать по-другому. Я помню, писал главный район Азраиля, что же вы делаете? Они заставили производителей, то есть я писал одно, и в конце концов они сказали, со мной согласились, главного район Азраиля. И они заставили, что не дают кашрут, если продукция не выглядит по-другому. И поэтому сегодня, вы когда в магазин заходите, то пасхальный пирог, он, допустим, квадратный, а не длинный вот такой. Эти, как их зовут? Шкедеймарак. Кстати, Шкедеймарак с ними играться начали. Раньше вот эти вот суп добавляющиеся, то есть израильская такая вот штука, то есть вкусная, мучная. У нее даже нет аналогов на русском языке, что чисто израильское изобретение. Она хамец абсолютный. И там дело в том, что они делали рыбки или кольца, чтобы изменить виды. Я смотрю, что в последнее время они снова вернулись делать их похожими на обыкновенные. Только они пачку очень сильно изменили, чтобы там за километром видно, что вроде они не хамцовые. Хотя вот вчера я был в Супере, я видел Кошер на Песах пачку Осама один в один, как хамец на. Очень похоже. Снова вернулись это делать. В любом случае, это проблема, что человек может ошибиться. Вот вам, пожалуйста, даже люди, как и религиозные, могут ошибиться. Это, в принципе, то, о чем говорил Смак. Это та же идея. То есть человек по ошибке съест хамец, думая, что это не хамец. А есть еще другая проблема. Светский смотрит очень часто на религиозных. Вот стоит мальчик и кушает вафельку или бисли. Знает светский, что хлеб есть нельзя в Песах. Но сможет, что религиозный есть бисли или вафли. А значит, вафли и бисли можно. И он не пойдет разбираться, что это вафли сделаны на муке из картошки. И он съест хамец. Это то, что писал Смак. Это в этом проблема. Это то, что робней тора. То есть не разбирающийся. То есть ошибутся. Это и есть базис запрета китниот. Не мешки. Хотя мешки тоже есть. Но это и есть базис. И поэтому ничто никуда не ушло. Все как было, так и осталось. Ничего не изменилось. Окей. Поехали. Что такое китниот? Мы сказали. Шурханарух пишет элло от дворим, шиют сим, бэмидэху от маца. Бэхатим, сурим, космим и так далее. То есть приводит Шурханарух в пять видов злаков. Пишет абалло, бэорз, бэшарминэй китниот. Но маца не может быть из риса и других видов китниот. Гамминам бэмидэхниус, муталасот мэмтавши. Они также не заквашиваются. И можно из них делать еду. То есть сефарды с китниот живут хорошо. Кстати, не все. Есть сефарды, которые китниот не едят. Допустим, марокканцы в части. Есть сефарды, которые едят китниот, все, кроме риса. По причине того, что рис Рабьохан бен Нури там говорил, что он хаммец. То есть, да, поэтому рис давайте поставим. Есть очень интересные приколы. Я знал сефарды, которые едят хумус. Все китниот едят, хумус не едет. Почему? Потому что хумус слово похоже на хаммец. Всякие обычные. Окей. Окей. Это шурханарух. Рыма. Это ашкеназы наши. Есть тех, кто запрещает. В Аминхак ашкеназ для Ахмед. И обычаи ашкеназы, европейское ашкеназы. Усложать. В ЭН лишано. И нельзя изменять. То есть, никогда нельзя изменять это обычаи. Мил. Пашу дейну с рим бедевит им нафру литов тавшин. Но нет запрета. То есть, по факту, если китниот попали в еду. В Песах. Первое. В Хэн мутарля лик башманима агамна симмигем. Также можно сжигать свечи из масел, сделанных китниотом. В ЭН у с римем нафру литов тавшин. И они запрещают, чтобы попали в еду. В Хэн мутарля ажокменей китниот бабай. Также можно держать китниот в доме. Итак, что говорит Роман? Роман говорит, китниот есть. Нельзя есть. В принципе, на этом запрет заканчивается. Можно китниот держать в Песах дома. То есть, еда из китниот, китниот, то есть, Песах, Катшана на Песах, китниот, можно держать дома. И есть нельзя держать в доме. То есть, в принципе, весь запрет только на запрет еды, а нет запрет бали ираев, бали и мацы. То есть, нет запрета, чтобы это не было в трубе. Теперь, кроме всего прочего, выходит со слов Роман, что нет запретов китниот получать от них удовольствие, как в хамец. По этой причине можно зажигать масло, можно давать китниот животным. Допустим, хамец животным давать в Песах нельзя. А китниот можно, даже аж киназом. Потому что нет запрета получать удовольствие. И так далее. Теперь, еще одно облегчение, которое приводит Роман, это, что если китниот попали в еду в Песах, они не запрещают ее. Мишнабра добавляет, что они вообще аннулируются в большинстве. То есть, даже 60 раз больше не надо. Достаточно ров. У меня есть рассказ один, рассказывал раб, я сейчас забыл его имя, я забыл Ишув, который он был. Он раб Ишува. Но он учился в Америке за рабе, у Рейба Грума Шапира, то есть, для Азаха Царикли Вархан. Он рассказывал, что в свое время, когда они были молодые, они решили поехать в холямоэ. То есть, они были в одной комнате в Ишиве, они решили поехать погулять. И это было в Песах, сделать экскурсию в холямоэ, вместе с ребятами. И для этого нужно было переночевать в Иерусалиме к другу. И вдруг он соображает, что он уже напросился к другу. Все такое, что друг сефар, причем из общины, в которой... Нужно просто понимать, у них еда это рис, рис и рис. У них даже суп. Рис с супом, суп с рисом. У них, короче, рис везде. То есть, китниот. И он пришел к Рабаврум Шапира, говорит, вот так и так, я в сефарду, то есть, что мне делать и так далее. У него китниот. А ты не ешь китниот. Ну, как, говорит, у него китниот на везде. А ты ешь то, что не китниот. Нет запрета. Ну, говорит, у него суп, даже они в супе рис кладут. А ты суп ешь, а риска суп и не ешь. То есть, в принципе, суп даже, в котором сварились эти китниот, то есть, его есть можно, а китниот нельзя. То есть, это то, что имеется в виду. Кстати, есть очень интересное мнение, которое приведено Раб Ицхак Иль-Ханан Мико Ицковна. То есть, да, Раб Спектов. В его эспонсе Шурт Байрот Ицхак он пишет, что можно приготовить еду из китниот до Песоха. Даже если специально туда кладут китниот, из-за того, что до Песоха нету и запрета, и аннулируется в большинстве, и потом можно эту еду из китниот. Но большая часть аллергическая вторая, скажет, что нет, мы такие игры не играемся. Не надо, действительно, принято этого не делать. Но это может быть решением для определенных вещей, которые, если очень сильно надо, то есть, в исключительных ситуациях, можно полагаться на Бейр Ицхак, на Раб Ицхак Иль-Ханан Спектр, то есть, Равин Ковна Каунаса, один из величайших мудрецов Торы последних поколений. Что если надо, то можно перед Песхом приготовить китниот, который аннулируется перед Песхом, и использовать их за это. Окей. Теперь вопрос про посуду, в которой готовились китниот. И Эздим занимает зоологический авторитет. И Кафа Хайм, кстати, из тех сефардов, которые китниот не едят, он вообще сефардский посек, но те, которые китниот не едят, он говорит, что через 24 часа неиспользования посуды нет больше запрета этой посуды, в которой валились. То есть, нет проблемы готовить китниот на Песхар. Но это он приводит от имени Зер Авраам. А дальше он пишет от имени Зер Аймед, что даже если не прошло 24 часа, нет проблемы варить есть кошерное на Песхар из посуды, в которой готовились китниот. В этом нет запрета. По-настоящему на Аллаху мы говорим, что если в посуде варились китниот даже в последние 24 часа, то можно есть из этой посуды. Потому что есть аннулирование боров в большинстве. Но изначально, допустим, иногда нужно пользоваться китниот для детей. Это очень интересный момент. Ребенку можно шкеназу давать китниот. Знаете почему? Очень просто. Китниот – это обычаи. Обычаи – это не дрейавод. Это то, что называется обеты отцов, которые невозможно отменить. А обеты у детей только с определенного возраста могут работать. То есть, нет обетов у ребенка. Ребенок до год, почти до бармицвы, он не может даже взять на себя обет. Обет у него не работает, законы обета. То есть, в принципе, почти до бармицвы или батмицвы у девочки нет обета. Они не накладываются на ребенка. Таким образом, он может не соблюдать запрет китниот. Поэтому, если ребенок нужно есть китниот, допустим, многие детские смеси, они с китниот. Можно ребенку отдавать. И на Галаху, в принципе, изначально, вроде можно использовать и нашу посуду обыкновенную, и вроде проблем нет. Но изначально выделяют отдельную посуду для китниот, для того, чтобы кормить ребенка. Теперь, на базе этого нет никакой проблемы ходить в гости к Сефарду, в Песар. Главное, не есть китниот. Он может вас кормить не китниот, но он будет готовить в своей посуде, в которой, да, готовит китниот. И вам в этом нет запрета Ашкиназом. Никакого. Можно есть с этой посудой. Окей. Все хорошо. Теперь давайте разберемся, что же такое китниот. Кто такие китниот и что включают в себя, то есть какие виды еды попадают под этот запрет. Окей. Смак написал, что вещи, которые не похожи на доган, то есть вещи, которые не похожи на с пять видов злаковых, и они, то есть их невозможно спутать с тем, что делают из пяти видов злаковых, в них нет запрета, по идее. Но он пишет так. То есть правильный обычай, не есть все виды китниот. Неважно, какие все. Теперь. С этого момента начинается спор мудрецов последних поколений. А что же такое китниот? Перевод, что это бобовый, совершенно неверно. Во-первых, ботаническое понятие верно или неверно? Частично верно, частично нет. Обычно ботаническое понятие люди начинают понимать именно бобовый. Нет, потому что сегодня в современном мире китниот, когда говорят китниот в магазине, имеет в виду бобовый. Нет, ботаническое понятие китниот – это те растения, у которых едят семя, причем это же семя выращивает похожее, такое же семечко, как оно само. То есть мы не едим ни плоды никакие, то есть там фрукты, овощи собираются с него, а мы едим само семечко, причем это семечко только что сеют, и из него вырастает такая же семечко. Это есть китниот, с точки зрения ботаники. Это и горох, это и фасоль, но это также и рис, это также чечевица и не только, очень многие другие вещи. Кукуруза точно такая же, кино такая же. Очень много в чего. Это одно определение, которое мы встречаем у мадрецопрестных поколений. Второе определение в китниот – это вещь, которую из нее делают муку. И есть опасность, что их спутать эту муку с мукой из пяти видов злаковых. То есть любая вещь, из которой делают муку, она запрещена. То есть сюда влетает и соя, и кукуруза, и кино, и так далее, и так далее. Это как бы два определения глобальных, которые дали мудрецопрестных поколений, что такое китниот. Теперь, есть спор на разные вещи, связанные с китниот, глобально, более детально. Например, есть арахис. Арахис, так называемый бутнин. Земляные орехи, арахис. В основном это центральная, вроде люди думают, что из-за этого запрещена бамба. Нет, бамба запрещена из-за того, что она сделана из кукурузы. Из-за того, что из арахиса. Тот, кто не знает, бамба не сделана из арахиса. Она сделана из кукурузы и покрыта арахисовым покрытием. Кто хочет об этом узнать, может съездить на завод бамбов Осом в Холоне и посмотреть, как делают бамбу. Вот, итак, есть спор по поводу бутнин, по поводу арахиса, по поводу этих земляных орехов. Рафранк пишет, что из-за того, что из арахиса, то есть, да, не делают каши и еду какую-то. То есть, и, скажем так, не делают из него никакого вида муки. И, таким образом, вроде-то не китнио арахис. Вместе с тем, Нагалахун написал, что обычай не есть арахис, то есть, не есть бутнин в Песах. А Рамоша Файнштейн разрешил есть бутнин в Песах. И сказал, что это разрешено, нет никакого запрета в арахисе. Нет никакого запрета в бутнин, то есть, в земляных орехах. И Рыбовом Шапира, например, в Песах ставил арахис предучениками, то есть, бутнин, что этого запрета нет. Поэтому это уже относится к обычаям. Есть те, которые запрещают, те, которые нет. Кофе, кстати, тоже. Кофе – это тоже зерна. Вроде тоже китниот по ботаническим и так далее. Но кофе и какао и так далее, мир принял, что это не китниот и обычай, то есть, их использовало. То есть, это не китниот. Сейчас я вам скажу вещь, которая у вас выбьет шок. Хаи Адам – это, в принципе, был центральный авторитет еврейского еврейства до появления Мишны Бруры. То есть, Равданцигер. В принципе, все-все-все равнялись на него глобально в Европе до появления Мишнабруха Пасхайма. И он написал, что обычай не есть в Песах картошку. По причине того, что из нее делают муку. А это китниот. Таким образом, картошка попадает под китниот, под запрет. Это вещь, которая делает муку и делает из нее всевозможные вещи, которые являются мукой. Я сказал, что у вас сейчас будут большие глаза. Я уже вижу большие глаза. Но галактические авторитеты написали, что картошку мы едим. То есть, нет запрета картошки. Я думаю, там проблема была в том, что запретя шкиназом картошку, они вообще с голодом будут в Песах. По этой причине они сказали, что тормозим. То есть, давайте не будем. Короче, картошку оставили ее некий китниот. Я не знаю, по-моему, ни одной общины, которую картошку в Песах не едят. Окей. Кстати, на базе этого нужно задаться вопросом, почему с соей, соя, почти консенсус, что это китниот. Потому что, не говоря уже о том, что она не была во время запрета. То есть, есть некоторые китниот, которые запрещены, даже если не попадают на это классическое определение, которое мы запрещали. Потому что тогда, когда была кзыра, то есть, тогда, когда мудрецы наши поставили запрет в Европе, они эти виды еды засустили, например, горчица и так далее. Сои не существовало, тогда не знали. То есть, тогда ее никто в список не включал. А по определению каши из нее не делают, муку из нее не делают и так далее. Почему она запрещена, как китниот? Да, она в рай, то есть, там есть зернышко и так далее, и так далее. И по идее, ее не надо было запрещать. Кстати, раф, допустим, довлеор, сою не запрещает. Но самый распространенный обычай, что соя тоже попадает под запрет китниот. Окей, теперь перейдем к следующему этапу. Шемен китниот. Масло, сделанное из китниот. Труматодешин, то есть, да, 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 который привел Роман. То есть, то, что Роман мы протестировали по поводу масла, это Труматодешин. Он написал по поводу масла, мы видели, читали у Романа, что он разрешил зажигать свечи и так далее. Маслом, сделанным из китниот. И из этого выходит, что явно из этого видно, что зажигать да, кушать нет. То есть, да, в принципе, то есть, можно использовать это, получать удовольствие от этого, то есть, она А, но нельзя это есть. С другой стороны, были те, кто разрешили, сказали, что масло, сделанное на китниот, и не совсем китниот, это их потение. То есть, да, как бы, соки выходящие, то, что потеет, и есть те, которые разрешили. По идее, сейчас мы разберем чуть глубже. Дело в том, что Гмара в трактате Псахин говорит следующее, очень интересную вещь. Это сейчас будет нам введение, потому что сейчас буду говорить небольшое введение, связанное с маслом, сделанным из китниот. Гмара говорит, что человек, который выпек пшеницу, она больше не может, то есть, если я возьму пшеничное зерно и выпеку его, и потом его перемолю, оно не всегда больше не станет хамцом. Так говорит Гмара. То есть, после того, как произошла выпечка с пшеницей, она уже с хамцом не станет. И так установила Аллахушу ханару, что по идее, что если я выпекаю, то есть, запекаю, зажариваю пшеницу, она уже хамцом не станет. На базе этого, то же самое, если делают халита. Что такое халита? Это ошпаривают горячей водой. То есть, если с кипящей водой ошпаривают пшеницу, она тоже уже никогда не станет хамецом. Правда, что Аллахушу сказал, что этого не делать, потому что мы не знаем правильно делать халитов. То есть, как правильно делать вот этот вот, скажем так, схватить ее, ошпарить. Мы не умеем это правильно делать, поэтому можем нечаянно хамцом делать. И, по идее, в китниот все еще проще. Если мы ошпариваем китниот, то есть, ошпарим это зернышко из китниот, то, по идее, оно больше не может вообще ничего из него произойти. И тогда вроде бы все опасения перепутать и так далее не релевантно, потому что в хамце этого запрета нет. Почему в китниот-то будет? Но, несмотря на это, смак запретил китниот, которых ошпарили горячей водой. Несмотря на то, что хамец даже такой разрешен, но китниот он запретил. Орзару, естественно, в этом облегчил, но Орзару вообще китниот облегчил. И теперь на базе этого есть очень интересная вещь. В 1895 году была большая проблема в земле Израиля с едой. И был поднялся вопрос использовать кунжутовое масло в Песах. И с этим обладились к мудрецам того времени, к узким. Почему? Потому что кунжутовое масло готовилось так, что оно делалось на сухую. То есть вообще не добавлялась никакая вода, оно шло в сухую. И не было... Из-за этого, по идее, их только выжимали на сухую, и поэтому там ничего нет. То есть там даже нет намека и похожести на хамец. Поэтому можно ли разрешить? Магариль Дискин, он же имеющий кличку Сарафми Бриск, ангел из Брест, литовская. Он тогда был в Иерусалиме раввином уже. Он уехал, кстати. Поэтому Рав Йоша Берон, который папа Рабхайма, известного, то есть Рабхайма Расалеви Соловейчика, заменил его на раввинском кресле, то есть в Брест-Литовске, в Брестке. Так вот, Магариль Дискин и Рав Шмоль Салан были дико против. И запретили это в 1895 году. В 1909 году тоже были проблемы с продовольствием. Раби Цион Бреслы. То есть не Раби Нахман из Браслова, а Раби Цион Бреслова по фамилии. Обращается к Рав Куку в Яфу и задает ему вопрос, можно ли разрешить кунжутовое масло для использования в Песах. Бейдин Рав Кука засел и понял, что приготовление этого масла делается без использования воды вообще. А более того, кунжут жарят перед тем, как его делать масло. Таким образом, даже у пшеницы, если ее зажарили, она больше не приходит самцов. Воды нет и так далее. И Рав Кук разрешает использовать кунжутовое масло. Но слух об этом разрешении доходит до Иерусалима, где сидят иерусалимские равины и так далее. Поднимается дикий скандал. И в конце концов это решение никогда не используется. Разрешение было, но реализации не было. И вроде бы, по идее, если масло сделано на сухую, если китниот прожарили до этого и так далее, то по идее можно разрешить масло, сделанное из китниот. Там, не знаю, подсолнечное масло, масло из сои, ну и так далее. Но сегодня, очень интересно, сегодня разрешение Рава Кука нерелевантно. Объясню почему. Потому что сегодня, когда делают масло, никто не заботится, что китниот, то есть эти китниот, из которых делают масло, не прикасались с водой, абсолютно им наплевать, и никто ничего не зажарит предварительно. То есть их делают, и вода туда попадает и так далее, поэтому это масло делает так, что даже то, что Рав Кук разрешил, сегодня нерелевантно. Есть вопрос, это хорошо, мы разобрались только подсолнечное масло и так далее. Что с хлопковым маслом? То называется Шемен Кутнак. Рамбам пишет очень интересную вещь. Он говорит, зернышки разделяются на три части. Айхадмигемоникра твуа, то есть один из них называется твуа, и это пять видов злаков. Он перечисляет их. Второй, это то, что называется китнит, то есть есть зернышки, которые называются китнит, это зернышки, которые ест человек, кроме твуа, то есть только кроме пяти видов злаков. Разные, разные виды. Например, пуль, вауфаним, ваадашим, ваадофан, ваорез, ваашубчин, ваапаргим, ваасапир, ваакроице бээн. То есть, например, как пуль, как горох, чечевица, пшено, рис, кунжут и так далее. А третий вид, это то, что называется зеронейгина. Зеронейгина – это то, что называются семечки, в полевые семечки и так далее. Короче, это всевозможные семечки, которые несъедобны для человека. Потому что есть еще растения, у которых есть семечки, но мы это не едим. То есть, да, вспоминайте траву у дома, много было травы, в которой тоже были зеленые семечки и так далее. Это не еда, это не хамец, это не кухни. Вот. И это не является предназначенным человеком. О, таким образом, хлопковое зерно – это не еда. Хлопок не кушают. То есть, да, хлопковое зерно относится, получается, по определению рамбу к третьей категории. Это не китнит по определению галахи. Это ясный хамец, то есть, да, это не даган, то есть, да, это не пять видов злаков. Это даже не китнит, это относится к третьему виду, которые всевозможные семечки и так далее, которые непригодны к еде человеку. Таким образом, это явно не китниок. На базе этого Рафранк разрешает хлопковое масло, называется Шемен-Кутна. И так приводит Равмоши Файншин. То есть, приводит от имени Равмоши Файншин, что Равмоши Файншин тоже разрешил Шемен-Кутна, то есть, тоже разрешил хлопковое масло. С другой стороны, Минхат и Цхат, скажем так, остался с вопросом. Он остался с рыхью. То есть, да, можно или нет. Таким образом, очень интересно. Раньше, кстати, вполне легко разрешали. То есть, хлопковое масло было весьма разрешено. Сегодня что-то пошло, то есть, система запретов. Сегодня у Бадатса вы не найдете хлопкового масла, кроме одного. Есть единственный Бадатс, который разрешает хлопковое масло, то есть, Минхат и Цхат, это Бадатс Раволандо. Все остальные Бадатсы не отдают кашрут на хлопковое масло. Хотя, по всем определениям, это не китнило. Но они не дают. Окей. Почему, кстати, нам разрешить? Почему бы нет? Почему китнид? То есть, не разрешить нам. А причина простая, потому что хлопок не съедобен. Это не еда. То есть, из него делают или одежду, или масло можно из него сделать. Кстати, тоже не самое лучшее. Окей. Теперь, последний у нас вид китнидка, который, скажем так, проблематичный, вокруг которого много спекуляций, это так называемый лифтит. Лифтит – это канола. Окей. Знаете все канолы? Вот. И лицетин, сделанный из лифтит. То есть, сделанный из канола. Естественно, масло канола. Сегодня есть немало, кстати, продукции, в основном шоколада, на которых написано «Леохлей китниот болеват». Мы долго боролись, я боролся с этим, чтобы изменили эту надпись, ее изменили «Леохлей лифтит болеват». Для поедающих лифтит. Лифтит – это канола. Почему? Потому что является канола китнид или нет. Это сейчас мы разберемся. Дело в том, что есть такое понятие, то есть, с шоколадом, что происходит. Есть такое понятие, знаете, такое лицетин. Знаете, что такое лицетин? Лецетин, в принципе, это такая вот штука, такая немного маслянистая, задача которой – соединять между водой и маслом. Это и здесь лицетин. Например, когда делают майонез, то есть, яйца и масло, то есть, происходит лицетин, он тот, который соединяет, чтобы у нас появилась такая вот майонезная система, соединяя яйца и масло. Когда я спутаю. Теперь, то есть, так соединяется вода вместе… Кстати, вы понимаете, что большая часть яйца – это вода. Кто не знает, то есть, химически. Так вот, вода соединяется, соединяет между маслом и это, и происходит соединение с яйцом, то есть, да, когда смешать яйца, то есть, это есть лицетин, который можно соединять. Теперь, лицетин можно сделать из сои или из канола, то есть, лифтит. Что такое лифтит? Что такое канола? Это однолетнее растение, имеющие такие желтенькие цветочки, то есть, да, и у нее, в принципе, есть как… Она похожа на… У нее как бы очень похожа на стебель ее… Ну, как бы он такой пшеничный… Ну, не пшеничный, но как злаковый стебель. И, в принципе, ее плоды, они оборачивают, то есть, да, вокруг вот этот вот стебель. В каком-то смысле, похоже с какой-то стороной, то есть, на злаковый и так далее, но, в принципе, там цветочки, то есть, да. И вот из этого… Из этой лифтит, из этой канолы делают лецитин, то есть, и каноловое масло. То есть, да. Теперь. Еще несколько лет тому назад, то есть, какое-то время тому назад, то есть, десятки лет назад, канолу не использовали для еды. Ее использовали только в технических случаях, для вещей, для техника и так далее. Почему? Потому что там находится, там есть то, что называется иеросикитная кислота. Она ядовита. Это яд, в принципе, и у нее, она скажет, очень плохо влияет на человеческий организм. Последние годы постепенно научили вытаскивать большую часть этой кислоты, сделав, в принципе, канолу пригодной для еды человека. И таким образом научились делать каноловое масло и лецитин для шоколадов и так далее. Из этой лифтит, из этой канолы. Кстати, то есть, это с точки зрения, то есть, по идее, она попадает, лифтит, канола попадает под понятие так называемых несъедобных зерновых. Более того, поэтому ботанически она, кстати, ботанически она тоже не особо похожа на китнит, то есть, по определению, то есть, зернышко, которое брали, что мы едим зернышко и так далее. Мы не едим это зернышко. Я вам не советую есть это зернышко. Оно несъедобное вообще. Единственное, что можно это использовать, это на масло и на, скажем так, плоды эти есть нельзя. Они ядовитые для нас. То есть, они для нашего организма ядовиты по этой причине. То есть, это только или масло, или лецитин. Все. Более того, это также не подходит из этого не делать муку. Потому что, если вы будете делать муку, она будет черного цвета. Перепутать это с мукой почти невозможно. То есть, и тут она не попадает под закон китнит. Но, а в нейрнезе, от мороза, сахачок, запрещает, обращает, использовать лифтит, запрещает, использовать канолу и считает, что это китниок. Но, самое интересное, в его ошматок на законы, то есть, скажем так, то, что не вошло в книгу в основную, законом Песоха, он пишет, что если сначала сварят масло из лифтит, то есть, из канола, без воды, тогда он не может закваситься, и его можно разрешить. Сегодня именно так и делают каноловое масло. Каноловое масло, его кипят без воды, и потом только его, то есть, используют дальше. Поэтому даже по одной, почему, потому что перед тем, как начать процесс его, перед тем, как начать его процесс, то есть, обработки, добычи из него масла и так далее, он проходит то, что называется, такой вот процесс, то есть, он нагревается, до 80 градусов на сухую, без воды, и только потом начинает его обрабатывать. То есть, в принципе, даже по обненезам, который запретил канолу как китниот, он в другом месте разрешил, если делают так, делают каноловое масло, что не запрещено. из этого, кстати, ты, то есть, сам обненеза сам же разрешил, то есть, то, что как-то делать, и как мы сказали, это не еда, это несъедобно, это, это масло, а про масло мы говорили, что есть некоторые мнения, которые говорят, что китниотное масло вообще не запрещено, более того, кстати, даже если мы возьмем, если не масло, сам шоколад, лицетин, лицетин, это очень мало в шоколаде, его используют для того, чтобы делать соединение, по этой причине, там явно он меньшинство, и при производстве, которое делали, он аннулировался в большинстве, то есть, хоть в лоб, хоть по лбу, то есть, оно получается, что можно это разрешить, поэтому я, допустим, считаю, что каноловое масло это не китниот, каноловое масло шкиназом можно использовать, нет, там вообще никакой проблемы, кто хочет устражать по внеинеза в первом понимании, не учитывая все остальные вещи, пожалуйста, это шоколада китниотовским есть другая вещь, по идее, если это шоколад с канолой, то есть, он связан, кстати, лицетин иногда, у вас есть иногда шоколад написан китниот, и вы увидите, что там лицетин не каноловый, а соевый, это потому, что соя китниот, там уже не поиграются, так вот, если у вас шоколад на лицетине канолы, то тогда там в принципе его можно есть, проблема другая, ни один серьезный кашрут, то есть, ни один бодат, ни всего, ни один хороший кашрут не дает кашрут на лицетин из канолы, потому что они устражают, как кавненеза, по этой причине кашрут там будет весьма не самый лучший, и по этой причине там будет много облегчений в разных других аспектах, допустим, с нееврейским молоком и так далее, так далее, поэтому там будет другая игра, допустим, если есть мороженое, допустим, мороженое магнум, иногда на Песах, очень тяжело иногда найти, кроме Арктика, в кашляре на Песах мороженое, а вот магнум, например, в морожене используется лицетин из канолы, он кашарен на Песах, и у магнума вполне нормальный кашрут без связи, то есть у него не бодат, но у него нормальный рабанут, и там нет, естественно, нееврейского молока, потому что никто не делает в Израиле мороженое на нееврейском молоке, вот, и там поэтому нет проблем особо. То, я думаю, что мы на этом весьма разобрались с вопросом Петниот, я думаю, надеюсь, что вы узнали много нового, что вы более стали понимающими вообще в этой всей системе, что такое Петниот, почему они запрещены, можно ли их разрешить, мы поняли, что нет, что входит в запрет Петниот, релевантные все заявления во времена, когда запрещали, этого не было, то есть связаны Петниот с так называемыми ботаническими бобовыми, что нет, это не так, и что с маслом и так далее, и так далее, с разными экспертами. На этом мы заканчиваем наши глобальные вообще все программы о Песах и приготовления к Песаху. Я еще пришлю, но это уже как запись, это записано с прошлого урока, с прошлого года урок, на следующей неделе я пришлю, как проводить Леля Седер, и там все законы про 4 бокала, сколько 4 бокала, сколько мацы есть, и так далее, и так далее, там просто идет по всему Леля Седер. Так что тоже советую посмотреть, это у меня есть на Ютубе, но я еще пришлю, то есть скажем, повешу в Фейсбуке, повешу в Ватсапе, то есть пришлю в группы в наши, и вы сможете посмотреть. На этом все. Тот, кто нас слушал записи, все хорошее, на этом мы запись заканчиваем.